Здравствуйте, меня зовут Сторона Оксана и в этом видеоуроке я хочу поделиться, как на Google диске создать электронную таблицу Excel. Часто сталкиваюсь с вопросом этим, что люди не знают, не умеют, поэтому сейчас я вам все нюансы попытаюсь раскрыть. Ну, давайте в первую очередь нам важно зайти, вот я сейчас в браузере из Google Chrome, и когда я нажимаю обычная вкладка, есть такие три квадратики, здесь есть Google диск, мы сюда переходим. Здесь можно на Google диске создавать не только Excel файлы, а можно и даже документы. Вот у нас есть слева вверху кнопочка создать, можно создать папку, загрузить файлы, загрузить папку, документ. Там, где можно печатать, да, примером, как ввердовский создать. Google таблицы, Google презентации, Google формы, в общем, все, что вам потребуется для работы. Давайте начнем с Google таблицы. Вот мы нажали и перешли в такую таблицу. Чем удобен Google, тем, что на эти таблицы можно выдавать ссылки для общего доступа, команды, да. Если Excel файл, например, мы выслали, люди посмотрели, то если там сделать изменения на компьютере у себя, то у людей изменений в файлах это не произойдет. Когда в онлайн таблице делаются изменения, все люди в курсе, видят, да, и как бы всегда проинформированы какой-то важностью вашей сферы деятельности. И смотрите, название таблицы прописываем, да, там, я напишу тест, например, у вас будет свое название. Дальше, что здесь основное? Здесь основное, как печатать, выбираются шрифты, да, полужирный курсив, там, цвет текста, цвет заливки, можно границы выставить, можно объединить ячейки, то есть выравнивание текста по горизонтали, по центру, то есть выравнивание ячейки, перенос текста, то есть это все вы можете сами поиграться, это все сделать. Ну, а печатать текст очень просто, навели квадратик мышкой, куда вам надо, да, в какое поле, и пишите, да, там, и оно будет писаться, сохраняться, оно все будет автоматически само. Поэтому здесь, так как атаковых, сохранить как, как на компьютере Excel файл, здесь такого нет, оно все автоматически сохраняется. Как сделать таблицу с границами? Вы просто выделяете нужное вам поле, вот, переходим к границе, если это надо, каждый квадратик, да, объединить мы наставили. Дальше, чтобы разбить по колонкам, выделяем именно колонки, вот, и есть такой вот, всякие такие границы посередине, да, внизу, то есть, как бы, вот вам колонка. Текстом всем остальным, я думаю, будет понятно. Дальше, еще часто очень и важно, нужна такая функция, как закрепить строки или столбцы. Смотрите, вот, выделяю я строку, и есть такой вот вид, есть, закрепить, вот, закрепить одну строку. Или там, например, у вас строка не первая, а шестая, вы так же само заходите, закрепить, и вот до текущей строки 6. То есть, все вот эти 6 строк будут закреплены, и вы дальше будете перелистывать, вот, видим, да, оно перелистывается. Я роликом на мышке, вот, и если надо закрепить столбец, то же самое, да, выделяем столбик, закрепить, и до текущего столбика С. Или там, если это первый столбик, например, вам надо закрепить, то так же самое, да, вот, заходим, вот, один столбец. Все, это все закреплено, здесь вот ролик перетягивания появляется, поэтому все очень просто. Дальше, что важно еще, вы, например, сделали лист, да, там, написали какую-то информацию, есть потребность в создании еще такой таблицы. И чтобы не разрывать информацию, ту, которую вы здесь даете, можно просто вот внизу, кстати, переименовать, да, написать название вашего листа и создать новый, просто нажав на плюсик. Все очень просто, можно изменить цвет, подчеркивание, да, вот будет, например, лист у нас, вот, как видим, да, выделить его. Дальше, что еще, что еще важно, это настройка доступа по ссылочке людям, да, чтобы они могли зайти в таблицу, то ли смотрели, то ли редактировали, то ли вообще закрыть доступ, то ли они эти таблицы и не видели. Это тоже можно все сделать. Открываем настройки доступа кнопочку, вот у нас такой, включить доступ по ссылке нажимаем, нам пишет, что доступ по ссылке включен. Вот, и у нас стоит здесь функция автоматически просматривать могут все, у кого есть ссылка, то есть регистрировать, то есть редактировать в этой таблице эти люди не смогут, потому что стоит функция только просмотра. Если вам этого достаточно, вы копируете ссылку, вот, и вот эта ссылка будет у вас, вот, у людей, да, например, вот они скопировали, там, вы им скинули личном сообщении, они потом заходят по ссылке и попадают в вот эту табличку. Я сейчас вам на примере своего отдельного браузера это покажу, как это работает. Вот, смотрите, я перешла в другой пользователь и ставлю ссылку на таблицу, захожу. Вот, открывается моя табличка и я вижу здесь, вот кнопочка, она загружается. Вот, видно кнопочку только просмотр. То есть здесь я писать не смогу, только просматривать таблицу, что здесь написано. Сейчас она еще загружается. Вот, видно листы, то есть всю информацию можно просто только смотреть. Дальше, я перешла в тот браузер, где у нас таблица, давайте ее закроем, чтобы не сбиваться. Вот, и смотрите, если нам надо, чтобы в этой таблице редактировали, да, люди, то нам нужно нажать на вот эту стрелочку, вот и смотрим, да, комментировать можно даже, выставить, выключить это, вообще, люди даже перейдут по ссылке, и будет там запрос доступа, они ее не видят, не будут видеть. Ну, а нам надо редактирование. Выбираем, копировать ссылку и готово. Чтобы все время ссылку так не копировать, ее достаточно будет скопировать вот здесь в поисковике и все. Вот, и, например, в другом браузере я вставляю ссылку на таблицу, и теперь я могу, вот написано «Открытый доступ», да, я ставлю курс, сейчас она загружается, вот курсивом ставлю и пишу, да, вот я пишу. Вот, и смотрите, можно даже отслеживать, кто у вас на страничке. Ну, вот у меня, например, видно, да, что на эту таблицу уже зашла Оксана Сторон, это с другого браузера. Дальше, если посмотреть в своем профиле, да, то здесь видно, что вот такой значок, здесь не пишут конкретно кто, имя, фамилию, а просто это дает понять, что здесь кто-то есть, что-то пишет, да, там какие-то изменения делает в таблице. В принципе, это все основное, поэтому, я думаю, сложности здесь быть не должно ни у кого. Если все-таки вопросы возникли, обращайтесь ко мне по контактам, которые будут под этим видео. Если вам видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. До встречи, с вами была Сторон Оксана.